После жесткого карантина постепенно возвращаются к обычному режиму украинские спортсмены. Кубок Украины по фигурному катанию стартовал на пять месяцев позже, чем планировалось. Вчера определили победителей в женском одиночном катании, а сегодня за медали поборются мужчины в одиночном разряде, а также спортивные и танцевальные дуэты. На улице плюс 25, а здесь по зимнему холодно. На льду борьба за первые медали Кубка Украины. В женском одиночном катании. После короткой программы лидировала Мария Андрейчук из Белой церкви. Но досадное падение в произвольной программе отодвинуло ее на второе место, и победа досталась 14-летней харьковчанке Тейсии Списивцевой. Произвольная новая программа из мюзикла «Чикаго». Веселая. Это первый раз я ее катала. Ну, можно было лучше. А так, я в принципе довольна. Я думаю, что это хорошее начало сезона. В соревновании спортивных пар заявлен только один дуэт из Днепра. София Галиченко, Артем Доренский. Они стали в пару только этой весной. За три дня до начала карантина и закрытия всех катков. Тренировки возобновили в июне. Я считаю, что за такой короткий год мы довольно очень сильно прогрессируем. И планируем еще усложнять программы и в дальнейшем показывать это на стартах. Сначала мы тренировались на полу, приходили в форму, а потом уже постепенно набирали форму на льду. Но первое время, конечно, было тяжело. Потом стало легче и постепенно набираем форму, учим более сложные элементы. Три месяца без тренировок на льду – не лучший вариант подготовки фигуристов. Поэтому проведение соревнований было необходимо, считают в тренерском штабе сборной Украины. У нас этот год, по идее, чемпионат мира, если он состоится весной, это отборные олимпийские игры. Поэтому стартовать надо. Ищем возможности соревноваться на международных стартах, где позволяют вот эти карантинные ограничения, нам позволяют на какие турниры попасть. В ближайших планах украинских фигуристов – выступления на турнирах в Германии и Венгрии. Дальше все будет зависеть от эпидемической ситуации в мире. Елена Дидух, Дмитрий Борщ, Киев, Твой дом.